С незаконными парковками показательно. Сегодня вышли бороться ГАИшники. Компания началась. Как прошел первый день, знает Алла Матюшок. Я на хвилинку зупинилась. А в связи с чем вы зупинилась на хвилинку? Жду телефонный звонок. Прямо под носом патруля ГАИ и журналистов с камерами паркуются под знаком остановка запрещена. Людей в погонах откровенно игнорируют. Видите, водитель сейчас наедет или на меня, или на вас. Круглоуниверситетская, как и весь центр Киева, забита под завязку. Из-за несанкционированной парковки здесь постоянные заторы. Такой бардак бестолковый. Тут перейти улицу нельзя. Я говорю, ну что же это такое происходит? Здесь вот один знак виси, второй знак виси. А что я могу сделать? Один нарушитель уехал, второй тут же на его место. Водители возмущаются. Остановиться просто негде. Платные парковки заняты, а под землей слишком дорого. 20 гривен в час. Дорога вузенька, но вы же видите, что проехать можно. Поэтому необходимо позволить тут парковаться. Раньше на такие нарушения инспекторы, как правило, закрывали глаза. Почему именно сегодня начали штрафовать, водитель не понимает. В том, что придется заплатить 255 гривен, винит журналистов. Вот совпадение. Буквально вчера газеты напечатали о бездеятельности ГАИ. Мол, не могут навести порядок в городе. Машины паркуют. Кто как хочет. И уже сегодня инспекторы провели рейд. Составляйте бардаку. Я ничего против не имею. Хотите, совпадайте. Почему нарушаете? Ну, как вы понимаете, это не от меня зависит. Я просто водитель. Чтобы выписать штраф, нужно поймать водителя на горячем. А потом еще и догнать. Квитанцию вручить. Стоят автомобили. Вот мы тут працюем. Я подойду до автомобиля. Водитель не выйдет. Ну, видит меня, как вы сказали, в окно. Он не выйдет. То я его могу до 10 часов прочекать, он не выйдет. ГАИшники просят вернуть на улице Киева эвакуаторы. В подмогу. А штрафы выписывать есть кому. В чьи карманы потекут деньги потом сложно понять даже прокуратуре. Алла Матюшок, Сергей Килимник. Подробности телеканал Интер.